Всем привет, с вами Ёжик, и Новый Год, с которым, кстати, вас всех поздравляю, мы начинаем с такой вот замечательной флешбэк-карточки Карлоса Тевеса. Но прежде всего напомню, что спонсором этого выпуска является компания 1xBet, которая радует меня своими высокими коэффициентами, быстрыми выплатами и надёжностью, уверен, порадует и вас. Как вы знаете, EA любят нас радовать такими вот карточками футболистов, которые блистали в прошлом, и, если раньше я не особо обращал своё внимание на флешбэк-карточки, точнее присматривался к Хуан Франу и Даниалу, но не решался собрать, потому что всё-таки фланговые защитники, и я уверен был, что будут лучше, то вот игрок линии атаки с такими вот статами, которые просто вызывают экстаз, ну, однозначно должен был быть мною собран, и я, собственно, собрал Карлоса Тевеса, потому что в любом случае я смогу его использовать, если что, в качестве суперсаба, он будет выходить на заменку и, думаю, радовать, потому что, друзья, эти статы вы можете сравнить с множеством крутых игроков линии атаки, таких как Роналду, Месси, даже Икон, и у меня, прежде всего, ассоциация была с стоечковым, потому что тоже нерабочая нога на три звёздочки, и при этом силы ого-го, но всё же Тевес, конечно же, не даст вам линки такие, как даст болгарская легенда, тем не менее, если вам линки не позволяют, то можете выпускать смело Тевеса на второй тайм, а если же команда позволяет, то можно даже его закинуть и в основу. Я бы не назвал это видео обзором, скорее первые впечатления, потому что я не сыграл достаточное количество матчей с Тевесом, но сыграл пять каток, чтобы получить вот первые впечатления, именно данными впечатлениями с вами поделиться, и после того, как увидел, что он действительно хороший, нравится, сообщить вам, чтобы вы побыстрее его собирали, потому что времени тут не дают месяц, пара дней и до свидания карточки нет. Я взял эту карточку и смело загнал свой основной состав для проверки в первом дивизионе, и посадил на скамейку самого Криштиану Роналду. Тевес играл у меня на позиции чистого нападающего. Не скажу, что у него все сразу получалось, возможно, потому что первый матч я играл со стилем сыгранности мотор, давал ему скорости дриблинга и паса, но все-таки пришлось мне отказаться от буста по скорости, пускай себе бегает с разгоном 90 и спринтом 86, лучше я все-таки добавлю ему удара. И поставил стиль сыгранности маэстро, потому что таким образом я ему подтягиваю лонгшоты, при этом и пасы делаю лучше, и подтягиваю ему и дриблинг, то есть делаю его очень приятным в контроле мяча и в движении, при этом лонгшоты теперь становятся тоже 90+, ну и пасы, если угодно, можно его теперь ставить на цапа, тоже должны более-менее радовать. Скорость, конечно, теперь у него не такая, чтобы вырываться там всегда один на один, потому что все-таки 88 пейс, это не там 93-94 или-или. Тут дело ваше, конечно, можно дать ему охотника, ястреба, чтобы он бежал побыстрее, но при этом имейте в виду, что охотник и ястреб не дают буст лонгшотам, а во всем остальном там вот финишинг, сила удара, у Теваса и так в порядке, именно лонгшоты надо бы подтянуть, потому что вот в первом матче они не летели, и это сразу мне бросилось в глаза. Сила удара 99, это, конечно, очень интересно, пушечки действительно у него летят, но при этом, конечно же, не стоит трогать кнопку технического удара, финес-шота R1, которая, потому что тогда, конечно, удар не будет лететь столь сильно, как просто обычным ударом. Именно такой простой удар, не используя дополнительных кнопок, я бы вам рекомендовал иногда использовать в тех ситуациях, где вы бы хотели, допустим, пробить с левой ноги, будь там игрок на 5 звездочек, на нерабочих, как какой-то Неймар или Сон, то есть мы зажимаем R1 и даем финес-шот в дальний угол. С Тевесом лучше, пожалуй, делать не так, а просто стрелять в пушку и использовать его рабочую правую ногу, и таким образом пушечка летит хорошая. Касательно контроля мяча, то у Тевеса с этим полнейший порядок, учитывая еще и то, что я ему даю небольшой буст благодаря стилю сыгранности. Конечно, это не Неймар, но все равно вот с мячиком он обращается на ты. Все у него получается, мне нравится. И один прикольный момент, которого нет у многих малышей, и что могут похвастаться хорошим дриблингом, это сила 85. Этого парня непросто оттолкнуть, он может закрывать мяч корпусом и не даст просто так продавить себя через спину. Есть у него и еще один прикольный момент, это отборы 71, 100 и 69 в подкате. Перехваты тут 47, поэтому не рекомендовал я бы ставить его на позицию центрального полузащитника бегать бокс-то бокс, потому что перехватывать мячи вряд ли он сможет, учитывая свой рост и такие вот слабенькие перехваты. Если кто-то из вас думает, что ему не хватает линков для того, чтобы загнать Тевеса в основу, то я скажу, что все фигня собирайте и выпускайте на второй тайме, будет все равно неплохо так жарить. И если вдруг случится так, что он не сможет вас радовать, то с легкостью сможете закинуть его на какой-то СБЧ, на какую-то там икону, потому что рейтинг 90, купить можно за 1060. При этом все, мне кажется, что никто из тех, кто соберет Тевеса, не захочет его закидывать и сливать на икону, потому что действительно прикольная карточка. Лично я вряд ли буду заигрывать Тевеса в своей основе, потому что есть у меня здесь претенденты, конечно, получше. Вы видите, какой у меня составчик, но в качестве суперсаба 100% буду его использовать и, возможно, буду там выпускать бегунков на фланге, а центрального ЦАПа, которым у меня часто является кровь, 3-4-2-3-1, возможно, я буду менять имена на Тевеса, пускай стреляет в свои пушки. Такую карточку нельзя не собрать. Просто нельзя. Лучше собрать и жалеть, что собрал, и закинуть в СБЧ, чем не собрать и смотреть, как он стреляет в составах соперников. Так что торопитесь, торопитесь, потому что, ну, прикольный Тевес. Возможно, лучшая флешбек-карточка, возможно, вообще лучшая СБЧ, которая есть в FIFA 19, которая я встречал, потому что, ну, блин, это икона за 150 тысяч, грубо говоря. Это ж не спустя. Короче, с вами был Ёжик. Увидимся. Благодарю вас за внимание. До встречи и всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok